Всем хак! С вами Тигр и в этом видео я хочу вам показать замечательный чит для игры Counter-Strike 1.6 Аймботы. Итак, начинаем. Чтобы этот чит скачать, вы должны будете перейти по этой ссылочке в описании под роликом и нажать кнопочку скачать. Ребят, пожалуйста, досмотрите этот ролик от начала и до конца, потому что таким читам есть место быть на ютубе в топе. И думаю, вам начало понравилось. Приступаем к читу. После того, как вы скачаете, ну давайте я проверю антивирусом, потому что многие боятся, что там содержатся вирусы, и мне пишут в комментариях. Смотрим, что наш браузер Касперский 2017 показывает. Он нам указал, что безопасно, угроз не обнаружены. Надеюсь, теперь не будет таких комментариев хотя бы под этим роликом. Мы запускаем чит, ничего трудного. Ой, блин. Сори, ребят. Надо сначала запустить игру, а потом уже чит. Сейчас сделаем по-быстрому. Запускаем чит. Появляется такое окошко. И мы можем, собственно, запускать игру. Если кому-то понравилось обои, которые у меня на рабочем столе, можно написать мне в ВК. Я могу скинуть, потому что я знаю, что многим она понравится. И мы уже, собственно, идем играть за Потамин. Блин, вечное оповещение. Они мне никогда не нравились. Вот, собственно, мы и перешли. И что мы сразу видим? Я вам не сказал про то, что тут имеется Волхак. Вы теперь можете это сами наблюдать. Есть и Волхак, и АИМ. Вообще, практически все, что захотите. Чтобы открыть меню чита, нажимаем кнопочку Insert. У тех, у кого ноутбуки, Fn и Insert. Смотрите, когда мы близко приближаемся к нашим друзьям, они вот такого красного цвета подсвечиваются. Тут все, как хотите, настраивайте. Я настроил все под себя. И сейчас посмотрим работу АИМа. Это AutoAIM функция включена. То есть автоматически происходит выстрел. Чтобы это убрать, ищем функцию AutoAIM. Вот, собственно, AutoAIM. Выключаем. И можем играть. Тут есть также антиотдача, антидым. И сейчас я вам это все покажу. Также, как можем видеть, в левой стороне экрана, ниже радара, то есть даже тут есть красивые радары, думаю, у вас сразу глаза бросаются. Вы можете видеть, нас не слепит абсолютно. Мы выключили функцию AutoAIM. Есть также ESP. Ну, думаю, в каких-то следующих роликах я покажу именно работу спидхака. В этом что-то мне этого не хочется сделать, потому что ролик очень сильно затянется. Слишком быстро раунд закончен. Смотрите, как Банников хорошо работает. Ну, он сделан более так... Слишком широкие прыжки, потому что вас могут многие западить. И под этот чит ориентирован. То есть, есть еще инфобокс, как вы можете внизу видеть. Там есть мани, сколько у нас денег. Ки какой-то там. Я это не понял, честно говоря, немножко. Можем, в принципе, даже вот так АИМ вырубать и стрелять по нашим противникам. Потому что отдачи нету. Если даже вдруг на серверах, где стоит анти-ВХ, вы сможете спокойно всех убивать. По какой причине? Потому что у вас есть анти-отдача. И смотрим, когда мы стреляем, на голове нашего противника точка. Ну, и когда стреляем, когда мы вообще просто начинаем стрелять. И вот таких вот 6 минусов, считай, без работы АИМ-бота я поставил. Чуть не забыл. Там есть файли ИНИ, то есть конфигурационные файли. Там есть такая функция, как ФОУ. Если вы настроитесь, то будет автоматически происходить доводка. Я установил 3. То есть практически невозможно будет... Да какой практически? 100% вас просто никогда в жизни не спалят. С тем, что вы играете с читом. Вот такие вот красивые минуса ставим. Смотрите, как красиво посвечиваются наши друзья. Ну, это, конечно, немного на FPS влияет. Так что вы меня простите. Ну, точнее, разработчика чита. Кстати, в многих таких мультичитах, когда при закладке бомбы нельзя ее установить. Не знаю, с чем это связано, но во многих читах у меня не получалось установить бомбу. В этом же чите такой фигни не имеется. Честно, ребята, такая подсветка четкая. Мне очень сильно нравится она. Еще мне нравится, когда я играю в консерене Global Offensive, прыгать так на противниках, и они начинают бомбить. Ну, думаю, на этом я заканчиваю ролик. Всем спасибо, что вы досмотрели его до конца. Не забудьте подписаться. Обязательно поставить лайк и написать комментарий. Либо ставить лайк, и когда вы пишете комментарии, видео я выпускаю чаще, и еще читы намного лучше. Всем удачи. Всем пока.